Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. Как вы помните, на площадке DealShaker некоторое время назад было опубликовано интересное предложение, согласно которому в Аргентине можно приобрести автомобили Toyota со 100% оплатой ванкойнами, при этом нужно доплатить фиатными деньгами 1500 долларов. И наверняка многим интересно узнать, как обстоят дела с этим предложением на данный момент и удалось ли кому-то приобрести автомобиль Toyota за 100% ванкойн. Давайте для начала посмотрим само это предложение еще раз. Обратим внимание, что срок действия купонов с 24 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года и, как здесь мы видим, завершение промо-акции как раз 31 марта 2020 года. Как видим, продано купонов 500, доступно купонов 0. То есть, похоже, все доступные купоны были уже распроданы. И если каждый, кто приобретал купон, отправлял по 1500 долларов, то получается, что создатели данного предложения уже получили 750 тысяч долларов кэшем. Ну, неплохой результат. Но нас с вами интересует, а как же все-таки с автомобилями? То есть, 500 человек приобрели купоны, отправили фиатные деньги. И что там с получением непосредственно автомобилей? В телеграм-группе Аргентина Жемчужина Южной Америки опубликовано следующее сообщение на испанском языке. Вот компьютерный перевод с испанского. Звучит немножко коряво, но в целом понять можно. Важно! Каменике латиноамериканского маркетолога автомобилей SADCV. Господин Хуан Карлос Рамирос, генеральный директор по логистике компании, информирует своих клиентов о том, что в связи с логистическими диспозициями компании Toyota, а также для обеспечения присутствия в случае доставки исполнительных властей коммерсанта, информирует, что данное мероприятие будет проведено 5 февраля текущего года. Мы извиняемся за задержку. Искренне Хуан Карлос Рамирос, генеральный директор по логистике. Данное сообщение было опубликовано в конце января, и здесь называется дата 5 февраля текущего года. Администратор группы Аргентина «Жемчужина Южной Америки» по имени Вадим Летяга, более известный как Томми, опубликовал следующее сообщение. 29 января 2020 года он написал «Всем желающим документально снять на видео передачу авто, купленных за 100% ванкоин, прошу приехать на вручение в Аргентину. Вся информация озвучена выше в оригинале». Это как раз то, о чем я говорил на своих трансляциях. Если вы попали в число тех самых счастливчиков, которые приобрели Тойоту за 100% ванкоин, то, пожалуйста, обязательно заснимите видео, присылайте мне, и я опубликую это видео на моем канале. 30 января Вадим Летяга публикует следующее. «Всем Буэнос Диас!» После событий, озвученных на языке оригинала, в группе будут выставлены ценники для Евразии, всех автопроизводителей Южной Америки. Озвучены направления бизнеса и инвестиций с применением ванкоина в стране и мировом масштабе. С уважением, официальный представитель CryptoTravel Аргентина Вадим Летяга Томми. 4 февраля был опубликован следующий документ на испанском языке с логотипом компании Тойота. И если прокрутить в самый низ, то можно даже увидеть подпись ответственного лица. Вадим Летяга делает краткий перевод данного сообщения. Официальное заявление Тойота Аргентина о задержке выдачи авто до первоначального срока 15 февраля. В связи с периодом отпусков, не все авто поставлены на учет в регистре и фискалии по уплате налогов. Отдел реализации берет на себя эксклюзивную ответственность за неудобства. Подпись. Должность. CryptoTravel SaaS информирует о задержке получения авто по указанным выше причинам до оригинальных сроков 15 февраля 2020 года. Концерн Тойота Аргентина объяснила причины задержки. Фамилия, имя, отчество – компания CryptoTravel SaaS. Как видим, в начале февраля было заявлено, что по некоторым причинам сроки выдачи автомобилей сдвигаются на 15 февраля. Ну, это нормально, всякое бывает. Но позвольте, на дворе уже 21 февраля и хотелось бы знать, а что там с выдачей автомобилей? Когда, наконец, мы сможем увидеть видео от радостных и счастливых владельцев автомобилей Тойота, приобретенных за 100% OneCoin в Аргентине? Напоминаю, что каждый, кто воспользовался данным предложением, должен был отправить в компанию CryptoTravel по 1500 долларов. То есть 500 заявок по 1500 – это 750 тысяч долларов. На мой взгляд, люди, которые отправили организаторам данного предложения деньги, заслуживают того, чтобы их проинформировали. Почему, собственно, происходит задержка и когда они могут получить свои автомобили. Если у вас есть какие-то новости по данному поводу, обязательно напишите об этом в комментариях. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Global Star Club. Возможности безграничны. Николай Корректор А.Кулакова Белорусская ПОДПИСМЕНТОКО Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok